Уже почти месяц продолжается противостояние правительственных сил Афганистана и радикального движения «Талибан». Сначала талибы захватили столицу Афганистана – Кабул, а теперь успехи движения особенно заметны на севере страны. Провинция Паншер полностью взята под контроль. Однако жители, находящиеся в этом регионе, не сдаются. Фронт национального сопротивления продолжает утверждать, что сохраняет свои стратегические позиции и готовится к тактике партизанской войны. Ситуация в Афганистане становится все более тревожной и меняется почти каждый день. Число беженцев и жертв растет. По какому сценарию будут развиваться события дальше, предугадать сложно, говорят эксперты. Все зависит от стечения обстоятельств. Одна из главных угроз – это то, что Афганистан становится источником нестабильности для стран Центральной Азии. Эксперты, активисты и общественные деятели выделяют риски, касающиеся безопасности, радикализма и всплеска терроризма. Что нам делать, Кыргызстану? Нам в любом случае надо готовиться. Готовиться – это проблемы беженцев, это проблемы наркотрафика, это проблемы, значит, спящие ячейки никто не отменял. Сейчас вот у нас находятся там пакистанцы, у нас афганцы есть, находятся около тысячи человек здесь. Надо эти проблемы не откладывать, надо решать эти проблемы. Что они будут делать, как они будут делать. А идеология, она исламская, экстремистская идеология, она, в принципе, я не скажу, что она прямо опасная, но она представляет угрозу для Кыргызстана. Еще большее беспокойство вызывает то, что после захвата власти талибами Афганистан оказался в экономическом кризисе. Работа банков остановилась, национальная валюта обесценилась, а цены на продукты выросли. Почти 90% населения выживает примерно на один доллар в день. Теперь страна нуждается восстановлением. И здесь, по словам экспертов, важна поддержка международных сообществ. Центрально-азиатские государства должны выражать свою заинтересованность в стабильности страны. Ну, надо восстанавливать Афганистан. Его надо восстанавливать, его надо строить. Там надо строить. Все равно он же не может жить в VII веке. Нужны электростанции, нужно жилье, нужны какие-то дороги, инфраструктура и прочее. Хотя американцы очень многое сделали. Вот их сейчас тоже со всех сторон поливать. Они очень многое там сделали, вот в этом плане. Но еще надо будет делать очень многое. И вот тут понадобится, допустим, такмакское стекло. Понимаете, вот о чем я говорю. Понадобится тактогольская электроэнергия, если с умом к этому всему подойти. Понадобится бетон, понадобится цемент. И цены будут совсем другие, нежели мы торгуем с нашими соседями. Понимаете? Главную проблему представляют и беженцы. Важную роль в этом играет спецслужба. Их задача – не допустить проникновение экстремистов. По словам специалистов, у стран Центральной Азии есть достаточно ресурсов для того, чтобы сдерживать возможные угрозы. Можно действовать в рамках ОДКБ. На сегодняшний день события в Афганистане – это огромный вызов для обеспечения национальной безопасности нашей страны. Как ни крути, это источник угроз. Есть традиционные угрозы. Ну, как бы они стали традиционными – это международный терроризм, религиозный экстремизм, наркотрафик, действия транснациональной организованной преступности. Есть, вот, Мрад Бешимович ответил, есть понятие – это миграционный кризис, то есть вызов. Есть угроза в сфере военной безопасности и прочее. В связи с этим, что должны делать наши высшие руководства страны? Во-первых, нам нужно в экстренном порядке, надо было ещё вчера провести заседание Совета Безопасности. По состоянию на середину августа из Афганистана бежали 10 тысяч человек, не считая 2,5 миллионов афганских беженцев за предыдущие годы. Сегодня в стране проживает около 39 миллионов человек. По данным ООН, скоро 14 миллионов человек могут столкнуться с голодом. В настоящее время о стабильности в Афганистане говорить не приходится. Несмотря на заявления талибов об окончании войны и формировании нового временного правительства.